Привет! У нас сегодня великолепный бануш или бануш, как по-разному называют. Мелкая кукурузная крупа. Мы ее хорошо промоем. В идеале, конечно, я всегда беру домашнюю сметану. Но сейчас ее у меня негде взять. Поэтому у меня здесь все из магазина. Сметана, сливки и молоко. Все это хорошо перемешиваем. И пошлите к плите. Доводим до кипения. Я соль не добавляю, так как у меня бекон сильно соленый. Я обжариваю бекон. И в идеале еще надо добавить брынзу. Все, доводим нашу эту всю смесь до кипения. И добавляем крупу. Никакого масла, ничего. И варим, постоянно помешиваем. Вы увидите, пока не начнет отделяться в идеале сливочное масло. Посмотрим, как из магазинных молочных продуктов у меня начнет отделяться. Хотя говорят, что в магазине нет, знаете, такой настоящей жирности. Видите, пошел дымок. Добавляем крупу. И все хорошо перемешиваем. И начинаем очень интенсивно всю нашу эту красоту перемешивать. Постоянно помешиваем. Немного начинает брызгаться. Прошло у нас минут 10. Видите, уже появляется масло. Мы продолжаем. Видите, сковородка начинает блестеть. Вам хорошо видно? Видите, наша масса уже полностью блестит. Посмотрите, сколько масла. Наш баныш почти готов. Кушать, конечно, его надо теплым. Не люблю его разогревать, подогревать. Приготовили и покушали. Посмотрите, сколько сливочного масла. Мы же никакого масла не добавляли. Какая-нибудь красота. Еще немного со сковородки масла. Добавляем ароматный бекон. Немного брынзы. Я добавляю немного шнит-лука. Он нежнее, чем зеленый лук. Рецепт, как всегда, под видео. Великолепный баныш или баныш готов. Очень люблю этот рецепт. Кушать! Я зову всех кушать. Сейчас сделаю фото. И зову всех своих родных кушать. Спасибо, что вы были со мной. Всем пока! Я с вами попрощалась, но решила показать поближе эту красоту. Какое сливочное масло. Вы же знаете, мы масло не добавляли. Гуляли. Продолжение следует...